Всем привет, с вами Маша, и сегодня у нас не совсем стандартный обзор. В сегодняшнем видео я буду сравнивать два устройства. KaiFun Prime от SXK и Tulhu Hustor MTL. И сразу отмечу, что KaiFun Prime у нас реплика, паль, клон, а не оригинал. Поэтому тапками в нас кидаться не надо. Собственно, почему же я выбрала именно эти устройства? Да потому что оба они недоаналоговые, то есть обладают средней по тяжести затяжкой. Ну и оба они стильные, рассчитаны на одну спираль, то есть плюс-минус одинаковые. Но все-таки имеется и различие. Поэтому я сегодня сравню данные устройства по семи пунктам и вынесу вердикт. Какой же бачок круче? Да начнется битва! И конечно же первым делом давайте сравним дизайн. Если смотреть на верхнюю часть, то дизайн очень похож, особенно вот эта вот часть. Только вот у Hustor дизайн чуть более современный и дриптип побольше, поэтому он будет нагреваться не так сильно. И гравировка на куполе посимпатичнее, и гравировка волн придают изюминку. Но зато кайфун более лаконичный и солидный. В общем дизайн это дело вкуса. И если вам нравятся элементы декора, то Hustor. А если вам нравятся более лаконичные и стильные устройства, то кайфун. Но еще стоит учитывать диаметр коннекторной площадки вашего устройства. И если оно миниатюрное, то кайфун. А если оно способно вместить атомайзеры диаметром больше 24 мм, то ктулху. В общем дело спорное, дело вкуса и по баллу достается каждому устройству. Теперь сравним, что они из себя представляют на бумаге. То есть технические характеристики устройств. Габариты Hustor 24 мм на 57 мм. Вес 60,5 грамм. Габариты кайфуна 22 мм на 56 мм. Вес 67 грамм. То есть по высоте баки практически одинаковые. А вот диаметр различается на 2 мм. Ну и Hustor немного легче. Но как по мне, это глупое писькомерство. Объем вмещаемой жидкости в Hustor 3,5 мл. Кайфуна всего 2 мл. И как по мне, эта разница уже весьма критична. Потому что 1,5 мл это как минимум 20 смачных затяжек. Поэтому за больше объема вмещаемой жидкости Hustor получает 1 балл. Раунд 3. И это у нас комплектация. Нам же важно, что приходит в коробочек. Во-первых, Hustor упакован в очень стильную коробочку, в которой можно найти сам бак, запасное матовое стекло, инструкцию, запасной дриптип с отверстием меньшего диаметра и пакетик с допами. В пакетике мощный шестигранный ключ с кончиком под шлицевую отвертку. Море силиконовых орингов, запасные винты и 4 жуклера для изменения тяжести затяжки. Кайфуна от SXK упакован в простую картонную коробочку. Причем внутри коробочки еще 2 коробочки. В одной сам бак, в другой запасная стальная колба, отверточка, а также много силиконовых орингов и винтиков. Ну и конечно инструкция. По комплектации опять же лидирует Hustor. А вот сменные жуклеры для регулировки тугости затяжки это вообще отличная вещь. Но вот так ли они полезны, это мы с вами потом проверим. Зато кому как, а запасная колба из стали мне нравится гораздо больше. Хоть и отследить количество жидкости через нее немного сложно. Немного сложно, невозможно. Но так как мы оцениваем жирность комплектации, то тут бал опять же достается Hustor. Теперь сравним удобство использования. Крышка заправки у Hustor прижимается, проворачивается и снимается. Причем снимается довольно легко, а вот одевается уже немного сложней. У кайфуна заправка очень удобная. Крышка снимается на раз-два, отверстия утоплены, а значит жидкость при заправке не протечет. У кайфуна можно установить ну совсем простенькую спиральку. Причем устанавливать ее достаточно сложно. Но мне невозможно, потому что при желании и клептон туда влезет, что я вам покажу чуть позже. У Hustor, соответственно, влезут уже более жирные спирали. Причем не важно как вы мотаете, потому что отверстие 4. А это значит спираль можно крутить любой стороной. Сумирая все получается. По заправке круче кайфун. Но за все время использования он у меня иногда протекал. В то время как у Hustor таких проблем не было замечено. И как бы я его не наматывала, он никогда не протекал. Так как мы оцениваем удобство использования, то буду объективной, балл достается Hustor. Теперь сравним затяжки. У Hustor для регулировки тяжести затяжки есть жиклеры, которые устанавливаются в центр базы. И кольцо регулировки обдува. У кайфуна всего лишь кольцо для регулировки обдува с 6 вариантами выставления подачи воздуха. Получается у Hustor вариаций обдува больше. Можно использовать жиклеры и добиться очень тугой затяжки. А можно вовсе не использовать жиклеры и открыть отверстие обдува на полную. И добиться даже не средней по тяжести, а очень свободной затяжки. У кайфуна же 6 положений. В первом положении затяжка получается более менее тугой. А в шестом положении затяжка получается более свободной. И не поверите, но за то, что в Hustor нужно возиться с жиклерами, балл достается кайфуну. И при этом выставленный обдув у него не собьется. Потому что для того, чтобы изменить обдув, нужно сперва поднять кольцо. А теперь устанавливаем на мотку, ставим самый свободный обдув и посмотрим, кто как наваливает. Кстати, когда я буду сравнивать эти устройства, я их буду сравнивать на абсолютно одинаковых спиралях, чтобы посмотреть, как какое устройство парит. По навалу, как вы видели, Hustor гораздо круче. Да и, к слову, намотать его гораздо проще. Поэтому этот балл достается Hustor. Остается последний балл по вкусу и по тх. И тут хоть не на много по вкусу, но на много по тх лидирует кайфун. Поэтому балл достается ему. Ну что, подводим итоги. У Hustor 5 баллов, у кайфуна 3. Вот такие цифры у нас получились. Но цифры цифрами. А от себя добавлю, что оба бака мне понравились. И если бы я собирала компактную связку, то я бы выбрала кайфун. И было бы очень круто, если бы он появился в черном цвете. Но если устройство побольше, то смело берите Hustor. Официально одобряю данный бачок. Хоть он и в некоторых аспектах немного замороченный, но все-таки это очень крутой односпиральный бачок. Ссылки, где купить данное устройство, я оставлю в описании. Заходите и ознакомливайтесь. А скидочный купон в 10% от меня я также оставлю в описании. Ну а если не знаете, что сейчас делать, то думаю, сейчас самое время поставить лайк. И колокольчик, чтобы вам вылезали оповещения о моих новых видео. Ну а я с вами прощаюсь. Пока!